Всех приветствую на комплексном анализе рынков с Виталием Шевченко. Поехали! Как всегда, начинаем со статистики. Сегодня достаточно интересный день с точки зрения выступлений со стороны Европейского Центрального Банка. Вчера у нас на первом плане был ФРС, сегодня ЭЦБ. 14.00 по Москве выступает непосредственно Кристин Лагард. Далее мы в 15.00 по Москве полностью переключаемся на Великобританию. Решение по процентной ставке, объем программы КУЕ Банка Англии. Соответственно, заявление управляющего Банка Англии. Это все будет отображаться у нас на паре фунт-доллар. 15.30 стандартно блок данных по США. Это первички, это индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. Здесь пока прогнозы немного негативные. Ну и как я сказал, сегодня день ЭЦБ. 16.10 у нас выступает представитель ЕЦБ Сагуин. И в 21.00 также выступает представитель ЕЦБ Шнабель. Ну а если мы заходим в страны более глобального, это широко ожидаемые прогнозы от непосредственно ФРС. все прошло. Оказался более голубиный тон ФРСников, чем ожидал рынок. Ну и на текущий момент мы видим, что кривая доходности США выросла. Опять же из-за заверений ФРС в поддержке. Также хотелось бы обратить ваше внимание на то, что доходность десятилеток впервые с января 2020 года выросла на 1.7, до 1.7, а тридцатилетки поднялись до 2.4. Все это негативно сказывается на основных американских фондовых индексах, особенно на NASDAQ, который является более чувствительным к росту доходности. А с другой стороны, с другой стороны, это прекрасная возможность с более низких выгодных уровней поднимать американские фондовые индексы. Переходим к технике. Как всегда, начинаем с индекса доллара. Вчера я закладывал на своем обзоре следующий сценарий, что у нас будет прорыв треугольника через нижнюю границу и с последующим переворотом. Полностью все пошло по сценарию. Одна маленькая ошибка моя была, это расчет по времени выхода и соответствующем развороте. Но на текущий момент я придерживаюсь непосредственно своего сценария. Это укрепление индекса доллара как минимум до верхней границы бокового тренда. Это непосредственно 92 ровно. Ну а там дальше будем смотреть, как будет развиваться ситуация. В принципе, если все будет замечательно, мы можем увидеть и пробитие непосредственно верхней границы и уход в более высокий диапазон. На сегодняшние торговые сутки, я думаю, этого будет достаточно. Это достижение, еще раз повторюсь, верхней границы боковика 92 ровно. Переходим к валютному рынку. Первая тройка евро, фунт, японская иена. С стороны первой тройки на первое место ставлю японскую иену, потом евро и на самое последнее это фунт, так как сегодня может быть сильный фундаментальный толчок именно со стороны Банка Англии. Евро по маржинальным зонам обеспечения у нас пока сохраняется восходящий приоритет, но достаточно тонкий лед, можно так сказать. Почему? Потому что лично я ожидаю нисходящего движения, укрепления доллара. Опять же, в силу того, что у нас достаточно сильное фундаментальное движение было вчера. На сегодняшний момент, если агрессивно, то это продажа с взятием минимума, взятием нисходящей промежуточной зоны. Это 1.19 ровно, 1.19.10. Но если заглядывать более глубоко, это заход в район 1.18.65 и 1.18.70. Со стороны опционов картина у нас выглядит по следующему. Со стороны месяца непосредственно у нас нижний диапазон диапазон нашего канала как раз находится на текущих минимумах. Если брать самую-самую нижнюю, это 1.18.42. Так, со стороны открытого интереса, больше желающих, если посмотреть, это продавить пару все-таки вниз. Так, ну и со стороны неделек, со стороны неделек, в принципе, мы уже начинаем штурмовать нижнюю границу. Выход из нее это прекрасный повод валиться дальше вниз. Ну и здесь, если смотреть, то ожидание после вчерашнего движения непосредственно по опционам было все-таки восходящее. Но настроение, как мы понимаем, меняется у нас достаточно быстро. Это все фундамент, поэтому пока здесь больше желающих также продавить пару вниз. Поэтому и по опционам склоняюсь, что у нас в приоритете пока нисходящее движение. Именно на сегодняшние торговые сутки. По объемам картина, если внутри дня, достаточно все ровно. По серьезным объемам на встречу, на покупку и на продажу, сверху, если брать, то это район 1.20.50, 1.20.65. Внизу на перебитие самого минимума в район 1.17.95. 1.18. Так, пара фунт-доллар. Здесь нужно быть аккуратным, потому что могут быть позитивные толчки, выбросы, всплески, краткие заявления страны Банка Англии, управляющего Банка Англии. Не исключая захода в более высокий диапазон, район 1.40.65, 1.40.75. Вот здесь можно, можно, да, пробовать свое первое, продажу. Это должен быть пробный объем. Напоминаю, что у нас здесь также сохраняется нисходящий потенциал движения. Четкого закрытия Америки за промежуточные зоны не было. Но если уж в силу того, что у нас достаточно волатильный валютный актив, будет более высокое движение. Это район 1.40, 1.60, 1.42. Восходящая целевая зона. Тем более она первая в цикле. Здесь гарантированно будет коррекционное движение. А дальше нужно будет смотреть. Тем более сюда 260 пунктов. Даже фундаментальная волатильность здесь полностью себя исчерпает. Так, по опционам картина следующая. Если брать недельные опционы, то за сигнал можно взять, что мы находимся выше баланса дня. Это толкает слабо, да, но толкает все-таки пару вверх. Прямо серьезного приоритета между открытым интересом колов и путов я не вижу. Поэтому с этой стороны не сильно пока помогает опционный анализ. Особенно в преддверии таких сильных непосредственно фундаментальных данных. По месяцу также выше баланса в район 1.41. Первый поход. Далее в район 1.41.40. Это у нас, если неправильно изменяет, да, чуть выше с заходом в район как раз нижней границы целевой зоны 1.41.60. Так, по открытому интересу здесь вообще никакого информационного блока. Мы для себя не можем выжать по объемам. Картина по паре фунт-доллар следующая. Опять же, внутри дня все ровненько, но видно, как много желающих в преддверии непосредственно решения поставки программы КУЕ продавать актив со среднесроком на перебитие минимумов и походом в более низкий диапазон, чтобы потом развернуться на средний срок на покупку. Это у меня вперед идущие планы, но примерно такого я буду придерживаться. Так, если уж брать, то объемы начинаются 1.40.30, 1.40.45, 1.40.65 и 1.41. Это самый большой на текущие торговые сутки. Пара доллар США и японская иена. Здесь хотелось бы отметить грандиозные выбросы. Не исключаю, что это как раз связано с окончанием финансового года, да, репатриационные потоки, но пара засела в боковике. Четкая верхняя граница, четкая нижняя граница, как со стороны классики, так и со стороны маржинальных зон обеспечения. Приоритет здесь восходящий. Это для меня также приоритет и жизненный опыт, да, трейдерский опыт. Но лично я ожидаю здесь более глубокой коррекции. Выход через нижнюю границу, как минимум на ширину боковика. Это достижение нисходящей промежуточной зоны 108.05, 108.15. В приоритете, конечно, для меня более низкие уровни. Все это может произойти, поэтому позиции буду очень аккуратно набирать. Первый набор из нисходящей промежуточной, дальше из района 107.50, 107.60. Ну и прям держись пара доллар-иена из района 106.80, 107.05. Так, со стороны опциона все также достаточно красиво и поддерживают непосредственно мой сценарий. Если брать недельки, то не выпускают ни покупатели, ни продавцы, пока придерживают этот боковичок. Но вот если обратиться к месячным опционам, то здесь картина более ясная, именно с точки зрения открытого интереса и самих границ. Сам диапазон, он у нас перешел на ступеньку выше, можно так сказать. Самое главное, если посмотреть, то колов, да, желающих покупать, достаточно мало. И они начинаются как раз из района 107.50, начинают возрастать и как раз в диапазон 106.80, 107.05. Вот здесь самые крупные массы будут подходить. Если посмотреть наверх, тут прям жесткие продажи, поэтому у нас через верхнюю границу и не выпускают. Так, со стороны объемов все в том же сценарии, ожидании. Если мы смотрим наверх, здесь хотелось бы отметить, что у нас крупные объемы со 110.10 сместились в район 109.85. То есть уже немножечко перестраивают свои прогнозы крупные игроки. Исходя из того, что месяц март уже подходит к концу, мы еще не увидели вот этих репатриационных потоков. Ну и с точки зрения подъема вверх, опять же смотрим, самые первые 107.50. И при подходе 106.80, 107.05 здесь на закуп стоят уже практически все. Так, ну а мы с вами переходим к товарно-сырьевой группе. Это австралийские и канадские доллары. Канадский доллар. Канадский доллар. С этой стороны хотелось бы отметить следующее. Пара пошла очень технично. И разговаривая вчера со своим другом по именно, так скажем, трейдерскому сообществу, он сказал, что данный валютный инструмент он также рассматривает как пару доллар-иена. На перспективу, на будущее это подъем. Лично я к ней не присматриваюсь, но смотря со стороны, именно со стороны техники, действительно такое прослеживается. Но я отталкиваюсь от своей торговой системы по маржинальным зонам обеспечения. Здесь у нас сохраняется нисходящий приоритет. Если брать правильный подход, классический подход, то необходимо дождаться коррекционного движения в район восходящей промежуточной зоны. Это 1.24.50, 1.24.60. Здесь у нас трендовая линия сопротивления. И здесь уже можно переворачиваться на дальнейшую продажу с перебитием минимумом и взятием нисходящей промежуточной зоны. Это у нас район 1.23.10. Если рисково к нему подходить, то могу согласиться с своим трейдерским другом. Покупка с коротким стоп-лоссом через фрактал под сегодняшний минимум. Ну и работать по принципу сейфа на восходящей промежуточной зоне. Ну а полностью фиксироваться при подходе к максимуму и небольшим заскокам. Это будет видно и со стороны опционов и со стороны объемов. Так, по непосредственно опционам хотелось бы недельным сказать следующее, что мы как раз на нижней границе. Это все будет выталкивать, опционщики будут выталкивать нас вверх. Да, несмотря на то, что там общий приоритет может быть за укрепление канадского доллара. Напоминаю, что опционы я использую как контртрендовую торговлю. То есть мы видим по приоритету, по маржинальным зонам у нас нисходящие. Опционы как раз для меня показывают контртренд. То есть вот оно агрессивное коррекционное движение. Так, со стороны открытого интереса колов больше. Опять же это все за покупки. Ну и как раз непосредственно на максимумах последние сильные покупки. Но здесь уже мы видим непосредственно подключаются и продажники. Оптимальное соотношение, если брать, то оно находится в районе 1.2580. Так, со стороны месяца картина выглядит по следующему. Также четко подошли к нижней границе. Опять же это агрессивная сделка с выбросом вверх. Здесь у нас граница кол на перебитие максимума. Со стороны открытого интереса жесткий кол, жесткий вверх. Поэтому есть вероятность похода вверх. Со стороны объемов мы здесь выглядим по следующему. Мы, это я и валютная пара доллар США, канадский доллар. Сразу хочу обратить внимание, что у нас большой перевес в 6000 внутри дня продавцов. Поэтому сильного восходящего коррекционного движения не стоит ожидать. И опять же большой объем на перебитие максимум. То есть все говорит о том, что и объемы, и промежуточная зона, и открытые интересы, и опционы. За то, чтобы мы сходили в район 1.25-1.25.15. А там уже переворачиваться на дальнейшее укрепление канадского доллара. Австралиец. Австралиец. По австралийцу сохраняется восходящий приоритет. Хорошо сходили полностью. Оттестировали нисходящую промежуточную зону и пошли дальше вверх. С этой стороны более идеальной для меня смотрится на продажу зона восходящая золотая. 78, 90, 79 ровно. Непосредственно на подъем. На подъем будут дожидаться только полная коррекция в район нисходящей промежуточной зоны. 77, 50, 77, 60. На более младших таймфреймах M15, M30 будут смотреть разворотный паттерн. Ну и конечно же поведение индекса доллара. И тогда уже принимать решение, чтобы здесь вставать как минимум на коррекционное движение. На будущее вам хотелось бы отметить и показать, как работают непосредственно классические уровни трендовые. Построены еще 27.07.2020, когда австралиец находился в восходящем тренде. И мы видим, что на текущий момент идет полное сочетание восходящей дополнительной зоны. Плюс как раз это трендовая линия сопротивления. Все, пожалуйста, идеальная агрессивная точка на продажу. А дальше уже смотрим. Поэтому, исходя из этого, здесь можно добавить дополнительную зону. Она будет как раз так же совмещаться с трендовой линией поддержки. И нисходящая дополнительная зона, это прям вообще идеальная будет точка на покупку. С стороны опционов мы по паре австралиец-доллар видим следующую картину. Так, ну в середине диапазона находимся. Это плохо, да. С одной стороны, с точки зрения колы путов, если все-таки перейдем, то, конечно, нас будет дожимать в район 79. Ну, в принципе, эту область я уже оговаривал с точки зрения маржинальных зон обеспечения. Неплохо будет там переворачиваться. Так, по месяцу картина у нас следующая. Если брать верхнюю границу непосредственно, то она находится в районе колов 79. Поэтому исключать, да, поставить заранее отложенный ордер лучше заранее. Исключать не стоит этого похода и поставить отложенный ордер заранее стоит. Но если идти, то как раз идти, как я уже и говорил, это по нисходящему движению. Попробуем совмещать сюда и классику и посмотрим, что нам еще дают объемы. Так. Ну, если самый-самый максимум не разбирать, а подходить вот так вот, то как раз 79, 0,8. Вот он как раз крупный объем. Поэтому все склоняется к точке 79. Не так легко будет нам перебить этот максимум. Здесь нужно будет смотреть на общий фундаментальный фон. Товарно-сырьевой сектор, нефть сорта бренд и золото. Давайте начнем с более простого. Это бренд. По бренду ситуация, на мой взгляд, пока не за сильный и уверенный. Хотя бы уверенный рост нефтельных котировок. Поэтому на этой неделе я ожидал падения. И ожидаю его в район нисходящей целевой зоны. Здесь и дневная ТР-ка 66.10, 66 можно 40 взять. Отсюда покупка. И тут уже будем ориентироваться, насколько нам брать коррекционное движение. Тот, кто любит агрессивность, ну, можно попробовать. Хотя вся статистика и пока общий фундаментальный фон не толкает меня сюда в стан быков. Я пока здесь, ну, можно сказать, маленький, но уверенный медвежонок. По золоту у нас приоритет вчера жестко, да. Вот жестко и сменился на восходящий. Много я здесь выставлял дополнительных маржинальных зон. Но ждем коррекционное движение. Понятно, что первая фаза коррекции, она прошла. Не исключаю более глубокой коррекции в район 1745. И здесь на Америке продолжение нисходящего движения. Поднимать данный валютный инструмент я буду только из первой области 1715. Более глубоко это 1700. 1705. Здесь полная коррекционная зона. Нисходящая промежуточная плюс. Опять же классика работает. В середине, да, впрыгивать в пояс, ну, это не в моих правилах. Если будет коррекция, можно будет сработать с небольшим стопом на продажу. Ну, а если все Америка перевернет, а такое у нас бывает, что на Европе мы падаем, а на Америке растем, то заглядываясь в район 1780-1790. Здесь это будет верхняя граница восходящей целевой зоны. По моей статистике всегда происходит коррекционное движение. Плюс недельная АТР. Со стороны объемов ситуация по золоту выглядит следующим образом. Так, если брать внутри дня практически перевес на 2000, значит золото все-таки будет продавливать. Крупных объемов на покупку нету, а вот на продажу есть и первое в районе 1760. Прям выделяется. Так, дальше в районе 1775. Ну, и как раз по ходу 1785. Верхний, ну, как всегда, самые сладкие цены, они всегда манят. Так, завершение. Основные фондовые индексы. Сегодня рассмотрим американцев. Непосредственно NASDAQ 100. Начинаем с него. По зонам. Приоритет у нас сохраняется восходящий. Четко вчера приземлились на полную коррекцию. Нисходящая промежуточная зона. Из-за того, что ожидался сильный фундаментальный фон, явного паттерна не было. Вот, поэтому я присоединялся только выше непосредственно уже классики. На текущий момент мы опять вернулись к классике. Здесь можно входить на покупку с коротким стопом, либо через фрактал под сегодняшний, либо через фрактал под вчерашний минимум. Но стоит помнить о том, о чем я говорил в самом начале. Да, что есть такая возможность, вероятность в силу увеличения доходности, дальнейшее падение непосредственно фондовых индексов. Поэтому на текущий момент после хорошего падения это достаточно агрессивный подход. Но на средний срок он будет себя оправдать. На средний срок, конечно же, работаем без стопа. Следующий заход из района 12800. Здесь у нас будет нисходящая дополнительная зона. Поддерживать нас будет, опять же, классика из 12770. Ну и прям, если уж спустимся, не знаю на чем. 12600, где-то 12650 уже можно будет подбирать. Здесь и нисходящая целевая зона. И, опять же, работает классика. S&P. S&P пока у нас останавливается на нисходящей золотой зоне. Точно такой же подход, как и по NASDAQ. Здесь плохо то, что предыдущий минимум достаточно низко находится. Но, в принципе, все котировки, все зоны, они прослеживаются. Для меня более оптимально является 3935. Потому что и зона, и классика, они полностью совмещаются. Если прям уж брать глубоко, это 3915. Так, если переходить к другим торговым тактикам, которые у меня есть, то, в принципе, на уровень мы приземлились. По S&P 500 также на уровень приземлились. Ну, я говорю, что по этой тактике не исключаю более низкого захода. Dow Jones мне со стороны коррекции не нравится. Если S&P 500 и NASDAQ, то они совершили хорошее коррекционное движение уже на Европе. Их можно поднимать. То Dow Jones не дал такой коррекции. С другой стороны, если посмотреть на статистику, на историю, то мы видим, что Dow Jones не дает таких сильных движений в ходе технической торговли. Если только идут фундаментальные торговли, тогда мы получаем здесь большие свечи. Поэтому, в принципе, можно, опять же, агрессивно использовать это для того, чтобы вставать на покупку. На сегодняшние торговые сутки все. Всем желаю попутного тренда, побольше профитных сделок. Удачи и до встречи завтра.